Привет! Как дела? С приходом осени, если в Лондоне не проходят какие-либо мероприятия, я начинаю выезжать в близлежащие к Лондону города попутешествовать. И с сегодняшнего дня я начинаю рассказывать о своих осенних поездках по Великобритании. Ну а серию этих рассказов я решила начать с Кембриджа, в котором я была уже, наверное, раз пять, и сегодня об этом рассказ. Кембридж – это старинный университетский городок, находящийся на северо-востоке Англии в графстве Кембриджа. Расстояние от Лондона до Кембриджа составляет около 55 миль, то есть 90 километров. Город, население которого составляет примерно 130 тысяч человек, находится на месте римского поселения на реке Кен. Отсюда и название Кембридж, то есть мост через реку Кен. Это второй после Оксфорда университет английской образовательной системы, который был основан в 1209 году группой студентов и преподавателей, которые бежали из Оксфорда после конфликта с местными жителями. Вместе Оксфорд и Кембридж образуют так называемый союз под названием Оксбридж – двух самых престижных и старых университетов Англии. Ну, об Оксфорде я расскажу немножечко попозже, а сегодня Кембридж. Субтитры подогнал «Симон»! Богатая история и культура делают город знаменитым. Множество старинных зданий, музеев, галерей открыты для студентов и туристов всего мира. Но основной достопримечательностью Кембриджа являются его колледжи, первый из которых был открыт в 1284 году. Со средних веков город имеет правильную планировку архитектурных ансамблей, которые сгруппированы вокруг прямоугольных дворов колледжей, поражающих своей великолепной красотой даже самых искушенных зрителей. Сегодня Кембриджский университет насчитывает 31 колледж. В нем проходит обучение более 18 тысяч студентов. Самым знаменитым сооружением Кембриджа является собор Королевского колледжа. Он строился почти 100 лет, с 1446 года и стал величайшим архитектурным сооружением. Университет всегда уделял внимание физическому развитию студентов, поощряя их занятия различными видами спорта. Известное всему миру ежегодное соревнование под названием «Болтрейс», которое проходит в Лондоне весной, либо это конец марта, либо начало апреля. Это соревнование по академической гребле между Оксфордом и Кембриджем, которое ведет свой отчет аж с 1839 года. Лидеры гонки постоянно меняются, но не отстают друг от друга. Превозмогая усталость и боль, лучшие гребцы двух университетов защищают честь и достоинство своего города, тщательно готовясь к этому событию каждый день. Ну, об этом соревновании я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Благодаря ровному рельефу местности, узким улочкам города и множеству студентов, Кембридж считается велосипедной столицей Соединенного Королевства. Кстати, многие думают, что Великобритания взяла свое название «от великов в Британии». Но это так, шутка. Больше четверти жителей Кембриджа предпочитают добираться до мест своих работы или учебы на железных конях, дабы не стоять в пробках или не объезжать улицы, предназначенных только для пешеходов, которых очень много в Кембридже. В Кембриджском университете получали свое образование многие мировые деятели науки и искусств, в том числе Оливер Кромвель, Джон Мильтон, Чарльз Дарвин, Джон Флетчер, Джон Гарвард и многие другие. Среди его выпускников насчитывается более 100 нобелевских лауреатов. Субтитры создавал DimaTorzok Оказалось так, что в Кембридже я была в основном в октябре. Я ездила туда в 2012 году со своими друзьями Настей и Димой. Мы провели обалденный день. Нам удалось побывать во многих двориках кембриджских колледжей. Обалденные виды вот этих вот внутренних двориков, скошенная трава, ровные такие газоны и очень много цветов. Прямо в самом центре города, рядом с собором Королевского колледжа, находится такой небольшой магазинчик, на углу которого в витрине можно увидеть часы, которые называются Кузнечик. Автором этих часов стал выпускник Кембриджского университета Джон Тейлор. Эти часы как бы вывернуты наизнанку и представляют все устройство, которое находится в часах. Так люди, заглянув в окошко, могут увидеть, как секунда за секундой, минута за минутой идет отсчет времени. А наверху этих часов сидит Кузнечик или Саранча, такой как бы пожиратель времени. Отсюда и второе название – пожиратель времени – часы-хронограф. Но мы с ребятами доехали до Кембриджа на машине, ходили, гуляли по городу. И что меня сильно удивило, это то, что прямо в центре города, на большом таком поле, ну, это как бы, наверное, самый главный парк в Кембридже, студенты тренируются, играют в регби, что-то там, какие-то физические упражнения делают. Огромное количество спортсменов мы видели вот в выходной день. А также рядом с этим полем живописно и культурно отдыхают коровы, жуют свою травку и ходят, философствуют. Вот такое вот сочетание несочетаемого меня всегда привлекает и удивляет. То есть в центре Кембриджа спокойно пасутся коровы. В октябре 2014 года мы вернулись туда уже с моим братом и мамой. Как раз она у нас тогда гостила в Лондоне. И мы решили в один из выходных дней просто сесть в автобус и направились в Кембридж. В тот раз мы посетили музей Кембриджа, нам очень понравилась какая-то современная экспозиция. Много удивительных и прекрасных картин и скульптур находятся в музее Кембриджа. Ну а в 2017 году, когда я уже окончила свой первый университет и думала, что я уже возвращаюсь окончательно в Россию, в октябре 2017 года моя виза заканчивалась и в конце октября я уже уезжала. И вот в октябре мы съездили туда с моей подругой Ольгой из Екатеринбурга. И тоже так хорошо и увлекательно провели один из солнечных выходных дней в Кембридже. Мы посмотрели, как студенты катают туристов по реке Кэм на таких вот лодочках с шестами. Практически Венеце. Это вот такая вот у них подработка, особенно в летний период времени. Очень много различных лодок ходит по реке. И люди совершают великолепную речную прогулку, а рулевыми являются студенты. А также в тот выходной выпускались какие-то курсы, и мы увидели студентов вот в этих вот мантиях, вот в этих вот цилиндрах, которые шествовали на вручение своих дипломов на какую-то официальную часть. Огромное количество студентов. Было не только один колледж университета, а был какой-то прямо graduation такой день, то есть день выпускников, которые в этот момент получали свои дипломы об окончании университета. Вот такой вот он маленький, но очень красивый и великолепный город Кембридж. Кстати, если выбирать среди Кембриджа и Оксфорда, не знаю почему, я всегда выбираю Кембридж. Будь то Болтрейс, я всегда болею за Кембридж. Будь то куда поехать в Оксфорд или в Кембридж, я всегда выберу Кембридж. Не знаю почему. Может быть потому, что я люблю семейство Кембриджей, хотя этот выбор я сделала еще задолго до того, как Кембриджи стали Кембриджами. Вот такой вот каламбур. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.